Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Блунт ТД-6. И в этой серии я хочу попробовать пройти нашего босса Лича Магилорда на элитной сложности. Конечно же новая игра, как вы видите я прошел 4 класса, немного попроходил 5 класс, чтобы, знаете, потренироваться, узнать, насколько я силен, сколько я могу вообще пройти. Итак, давайте сюда я поставлю сразу же обычную обезьяну, и будем пока копить на нашего Бенджамина. Конечно же, чтобы он нам быстрее появился и начал приносить дополнительные деньги. То, что как раз таки битва с этим боссом и подразумевает невероятное количество денег, которое нам понадобится под конец игры. так как я понимаю, что нам придется аж поставить всех трех парагонов, которые у нас есть на данный момент. Так, кстати, все, остается Бенджамин. И теперь, я не знаю, может быть, если что, потом прокачаем чуть-чуть обезьяну с дротиками. Или давайте я вот сразу же просто одну дополнительную сюда пока что поставлю. И теперь будем копить на нашу банановую ферму. Я так думаю, что вот эти две обезьяны, по крайней мере, пока что будут спокойно справляться со всем. И никаких проблем вначале у нас не должно возникнуть. Первый босс у нас, он не будет отличаться от обычного. Потому что наша главная задача это будет прокачать обезьяну ниндзя до четвертого уровня снизу. До этих липких бомб, которые как раз таки нам и помогут пройти его. То есть так мы сможем это преодолеть. И пока что никакой разницы нет. Но потом разница будет возрастать и как бы стремление будет увеличиваться. Так, все, первая ферма у нас есть. И будем сейчас ее качать на верхнюю линию. Ну, немного наверх, два наверх и потом все остальное вниз. Как бы, чтобы рынок у нас был. Так как рынок намного будет полезней. Но пока что будем качать вверх. Потому что обычно я качал посередине, чтобы сделать дороже бананы. Но в самом начале ведь правда выгоднее всего качать наверх, так как вверх будет давать больше бананов. И в самом начале мне так... Сколько я уже сказал это слово? Короче, нам будет давать больше бананов и больше денег. Это очень хорошо для нас. Все, что нам и надо. И, кстати, вот эти вот две обезьянки хорошо идут пока что вдвоем. Ну, как-никак у нас всего десятый раунд на счету. И даже и прокачивать их толком сейчас не надо будет. Да, даже никто не должен пройти. В целом. Так. Сейчас я, наверное, сразу на еще одну банановую ферму накоплю. Я как раз там попробовал некоторые тактики. И одна из них очень хорошая в том, что мы сейчас поставим вторую банановую ферму. Прокачаем ее так же, чтобы побыстрее и побольше денег получить. Потом мы ее продадим, чтобы у нас сразу же появился один рынок. И как бы это нам все ускорит. И мы вроде даже в минус. Как таковой-то и не уйдем. Так. Все. Расширенное производство. Еще нам надо масштабное производство прокачать. И будем смотреть потом. Сюда как у нас будет. А, я подумал, что уже все накопили, а еще нет. На самом деле как-то страшно, учитывая того, что я тогда проходил обычного леча. И я долго его пробовал пройти, и у меня как бы ничего не получалось. А здесь-то может быть еще сложнее намного. Ой, сейчас, слушайте, похоже, кто-то у нас будет проходить. Так. Немного прошли. Давайте как на помощь мы сюда этого, нашего инженера поставим. И будем прокачивать его на нижнюю линию. Нижняя линия у него сейчас очень крутая, очень полезная. Особенно на начальных этапах. Наверное, даже вот самое крутое будет двойной пистолет. Это прям топ, я считаю. За свои деньги особенно. Посмотрите, как он сейчас запросто справляется. И уже не должны там прям у нас проходить. Так. Все, давайте мы это продаем. Первый рынок у нас есть. Теперь он нам приносит неплохие деньги. А сейчас, к тому же всего, вот 19 раунд наступил. То есть очень, мне кажется, это ранний рынок у нас. Что не может не радовать. Сейчас он приносит нам еще большое количество денег. Кажется, также будем прокачивать на верхнюю линию. Чтобы больше связок у нас было. Банановых. Которые нам будут приносить деньги. И сейчас будем копить сразу же на второй рынок. А накопится у нас уже очень быстро. Потому что первый рынок нам уже принес большие довольно-таки деньги. И вторая банановая ферма, кстати, тоже очень хорошо идет. Прям прикольно. Ну, я считаю, что надо чуть-чуть сейчас прокачать одну из обезьян хотя бы. Чтобы она могла видеть камуфляж. Так. И еще надо поставить алхимика. Потому что скоро уже пойдет первые свинцовые шары. А я их не очень-то люблю. К тому же у нас хп-то очень мало. И мы сейчас хоть что-то начали получать только благодаря рынкам. Потому что рынки нам сейчас будут давать каждый раунд по монетам. Прям по неплохим. Вот люблю вот этот вот раунд, знаете, когда очень много шаров. Потому что Бенджамин тогда нам прям очень много денег приносит дополнительно. Прям очень полезно. Так. И почти третий рынок у нас уже и готов, собственно. Так, все. Третий рынок есть. Пока что купим дальше. Время у нас еще аж 10 раундов до первого босса. И первый босс не такой уж и сложный. То есть главное это вот нам поставить эту обезьяну ниндзя. И все, и проблем вообще никаких не должно возникать. Единственное, что я бы поставил уже сейчас обезьяну ниндзя. И чуть ее прокачал. Только потому, что скоро пойдет первый, ну точнее как, камуфляж. Их будет много. И как раз таки обезьяна ниндзя будет очень хорошо помогать с ними справляться. Так. Еще один рынок. Вот, кстати, как раз я видимо вовремя поставил все и прокачал. Потому что они правда пошли, причем резко и быстро. Продолжаем все ставить. У нас как бы еще время есть. И за это время мы очень много денег успеем получить. Как минимум еще два рынка. Если вот эту банановую ферму почитать, то мы должны еще успеть запросто. Так. Все, банановая ферма. И в принципе, даже еще что ли у нас одна банановая ферма точно накопится. Потому что я как-то смотрю, у нас вообще все хорошо по деньгам. Просто отлично. А еще целых три раунда есть. Я бы тогда, наверное, качал наверх. Сейчас банановая ферма. Единственное, что когда я пробовал, я их качал на верхнюю линию. Вот так вот примерно делал. И я хотел, чтобы деревня съела как можно больше количества банановых ферм. Поставил их штук шесть, по-моему. Я на что-то съела всего четыре. И я чуть немного так подрастроился как так. Вроде бы так прям постарался что-то. А не получилось вместить. Потом будем смотреть. Потому что у нас потом получится. И сейчас уже будем, конечно, копить на нашу обзенную ниндзя. Чтобы прокачать. И в принципе, то что. Ну, быстро это сделаем. Нам уже совсем чуть осталось полторы тысячи. Так. Наш первый босс. Сейчас будем пробовать его пройти. На всякий случай, я бы еще в самом начале у нас поставил бомбометатель. Так как он будет очень хорошо помогать. Так как тут мабы все-таки не одни. Их довольно-таки много. Так вот сразу покачаем. Вот. И так все идет у нас, в принципе, должно нормально. Аккурутор бы у меня тут еще найти. Ух. Только что было очень опасно, на самом деле. Так. Я бы даже вот здесь пока что временно тюпелькомет вот такой вот поставил. Чтобы он у нас все пробивал. Так. Сразу же вот так юзаем. Скилл. Можем сразу же еще одну банановую фирму поставить. Потому что с этим мы пока должны справляться. Фух. Очень опасно, на самом деле. Сейчас все у нас идет. Инженера, на всякий случай, прокачаю наверх. Чтобы он также наносил неплохой урон по муабам. И давайте я вот здесь поставлю этого фермера. Чтобы уже все, не думать о той штуке. И полностью сосредоточиться на боссе. На боссе, я сказал. Слышите. Так. Все очень плохо. Продолжить. И у нас, кстати, тут как раз должны эти... А, точно. Мы же поставили его уже. Так. Давайте быстренько купим. Сделаем вот так вот его. И надо бы нам еще что-нибудь поставить, чтобы пробивать муабы. Потому что пока что какие-то у нас проблемы возникают. Они меня немного удивляют. Ну вот так мы немного без ускорения поиграем. У нас как раз шары не будут идти. И больше шансов вообще пройти нам дальше будет. Так вот, давайте все-таки это все равно прокачаем. Так. Уже половина у нас пройдена. И мне вот интересно, он вообще сейчас не будет никого воскрешать. И то есть мы спокойно пройдем. Если да, то это очень хорошо. По крайней мере, можно такое использовать время от времени. Мне тогда написали в комментариях про это, а я не очень понял. И, ну, поначалу не очень понял. Я просто опять нажимал на пуск. А раунды тогда начинали дальше идти. Я думал, как это? Почему опять идут? А оказывается, босс продолжает идти. При том, что новый раунд у нас еще не наступил. И это прикольно. Такая функция мини-чит. И причем сейчас, я как понял, ему и воскрешать-то толком некого. Поэтому этого босса мы должны сейчас запросто пройти. И меня это радует. Это очень здорово. Так, сейчас у нас скилл откатился. Правда, немного хп вытратят, когда выпускают этого мини-маба. Я не знаю, кто это. Так. И почти все. Фух. Все, первого мы прошли. Можем тогда начинать дальше все идти. До появления нового босса нашла с раундов. У нас раундов так-то неплохо. И вот я не знаю, если честно, как нам неправильно ставить сейчас вот фермы. Чтобы лучше все забрало в этот раз. Хотя бы, знаете, чтобы не 4 было. Может как-то вот так вот сделать. И теперь вот здесь все окружать. Так, ой-ой-ой, сколько денег там? Ну и сейчас мы гарантируем, что у нас точно будет уже не 4, а 5. Насчет 6 уже навряд ли. Я не знаю, как нам это сделать. Спокойно причем. Так. Так, с камуфляжем у нас тут что-то много их. Давайте сразу ставить еще банановых ферм. Потому что деньги нам сейчас очень нужны. В большом количестве. Конечно, появление босса еще 12 раундов. Это немало. То есть мы еще минимум несколько раундов можем полностью отдаться заработку денег. Что мы, в принципе, сейчас и делаем. Что мы, в принципе, еще надо будет делать долгое время. Так. Сразу вот здесь еще он помещается. Так, еще один рынок есть. Во. Еще один рынок есть. Я бы, наверное, сейчас прокачал банановую исследовательскую лабораторию. Хотя, для начала, можно, наверное, еще хотя бы один рынок сделать. Потому что пока мы накопим на банановую исследовательскую лабораторию... Ой. Что-то у нас тут все плохо, ребята. Так. Я не заметил, что у нас проблемы с камуфляжем-то. Так, давайте продолжаем. Что, у нас недалеко откинуло? Нет, на самом деле недалеко. И нам надо поставить что-то, что будет хорошо проявлять камуфляж. Так. Ну, то же самое. Потом можно... Точнее, деревню поставить. Или как выговорил. Я не знаю. Говорить разучился. Все, теперь вот так вот начинаем. И все, теперь у нас точно не должно быть проблем. Потому что у нас и шпилькометы, как бы, взяно крутая. Теперь справлять со всем этим. Так, еще плюс банановая ферма. И еще, их мало не бывает. Так, и здесь еще уезжает, кстати. Так. И вот здесь у нас еще одна поместится. Ну, и тогда вот все. Сейчас попробуем накопить на одну исследовательскую лабораторию. И будем сразу ставить этих друидов. Я могу пока макоком хотя бы пробовать оставить, чтобы они у нас уже были, если что. И потом мы их просто прокачали. Вот каждый раз, на самом деле, косячи. И приходится вот так делать. Хотя, на самом деле, такая рассмотрка, как по мне, тоже очень классная. Очень удобная. Так. Ну, должно все попадать. И вот, кстати, у нас уже есть одна исследовательская лаборатория. Наверное, мы даже на две сможем накопить. Ой, сколько камуфляжа. Но мы спокойно справились. К счастью. Так. Пока проходит у нас все довольно-таки успешно. Единственное, что... Я очень рад, что я поконтролировал тот камуфляж. Что я успел вовремя перейти. Так как, на самом деле, это ведь опасно было. Очень опасно. Мы были уже на грани. И, как бы, проблемы-то у нас не было с этим раундом. И мы бы спокойно все завершили. Просто единственное... То, что я не заметил в погоне за деньгами. Всего этого. Так. И теперь она нам остается накопить 45 тысяч. Конечно, это большие деньги. Это я скилл, как всегда, вовремя и юзанул. Блин. А денег-то реально нам надо еще много копить. Но у нас сейчас столько этих рынков. И две банановые исследовательские лаборатории. Самыми длинными названиями. Я с... Удивляюсь ими. Так. А накопили-то... Смотрите, мы уже... Это 25 тысяч. Даже 26. И постепенно все равно хотя бы урон наносится. Будем надеяться, что... Все пока что под контролем. В любом случае, нам уже осталось накопить меньше 4 тысяч. Вау. Понятно. Перезаходим. Сейчас у нас опять будут попытки. Что он далеко отлетит? Нет, не далеко отлетел. И на самом деле я бы нам посоветовал... Что бы я нам посоветовал? Продать. Да, блин. Так, давайте, подождите. Я сейчас делаю ход конем. Я не знаю, насколько он будет крутой. Надеюсь, что он нам что-то позволит сделать адекватное. Так, чтобы он сразу откатился, продадим одну исследовательскую лабораторию. Все-таки я немного накосячил из-за этого. Что так много... Вкачивал. И нам совсем чуть-чуть, кстати, не хватило. Всего 4 тысячи. И это как раз-таки очень обидно. Как по мне. Так, 20 тысяч мы уже снесли. И пока будем, наверное, так и идти. Опять этим способом. Я не знаю, возродится ли у нас сейчас кто-нибудь. Надеюсь, что нет. Было бы вообще, на самом деле, очень прикольно. И намного легче. Слушайте, похоже, реально так не возрождаются. А что будет, если мы на последнем этапе так же попробуем пройти? А там, я как помню, там 24 миллиона хп. Это просто очень большое количество. И если мы так же попробуем сделать, то это будет вообще очень легко. И очень здорово. Потому что зачастую тратится очень большое количество времени на то, чтобы пробить муабы, которые он возрождает. Потому что, как по мне, они усиленнее. То есть сильнее, чем самые обычные. И в этом уже и появляется наша проблема. Так, давайте немного пока прокачаю. У нас вроде бы и без всего этого проблем нету. И мы должны с ним справляться запросто. Это меня очень радует. И к следующему уровню босса. Помимо всего этого, нам надо будет прокачать дротикомет. Дротикомет посередине полностью. И обезьяну аст на нижнюю линию тоже полностью. То есть где-то нам минимум надо накопить 160 тысяч, включая того, что я сейчас буду тратить еще большие деньги на банановые фирмы. На все вот это вот. И это должно у нас все окупиться. 44 тысячи осталось. Ну, уже даже 40. Не так уж и много. Единственное, что я надеюсь, что вы не против, что я так вот все прохожу. А то как бы у нас возникли довольно-таки проблемы. Как-то много проблем возникло, на самом деле. Когда я один репетировал, молчал, сидел, просто играл. Было как бы попроще. В том плане, что я не думал о чем говорить. Или вот еще что-то. Я сидел такой молчком. И все пробовал. Просто все пробовал. Так. Проходим, пока каких-либо трудностей нет. Шпиль комет, на самом деле, с такой урона наносит. И до следующего раунда у нас... Точнее, до следующего босса у нас 17 раундов. И вот мы вернули нашу исследовательскую лабораторию. Наконец-то. Как же этот друид их пробивает. Эти муабы. Мне это так нравится тут вообще. Но если он сейчас еще силеный, наносит хороший урон, то чем дальше, тем тяжелее намного. И он уже будет не такой полезный, как прежде. Так. У нас еще плюс. Исследовательская лаборатория. Сколько же молний идет? И это лицо двух друидов только. Сети вроде бы уже так не достают. Это прикольно. Блин, надо было опять скилл Бенджамина поражать. Надо будет, вот знаете, затестить именно скилл Бенджамина. Мне так интересно узнать, насколько он действительно полезен. Сколько он будет нам денег дополнительных добавлять. Но здесь в основном муабы, поэтому я пока что его не буду тыкать. Так. Еще одна исследовательская лаборатория. Пять муабы. Да что это такое? Дайте нам обычный шарф. Ну вот хотя бы так. Все равно хоть какие-то дополнительные деньги нам пришли. Так. Ой, на самом деле сейчас неплохо у нас все вышло. Можно центральный рынок первый поставить. И вот я не знаю, сейчас ли нам вот, как бы, пожирать деревню и все эти банановые фирмы. Или подождать. И потом это сделать. Просто, как по мне, мы, в принципе, можем это и сейчас устроить. Потому что у нас еще целых 10 раундов. Так. Только это стоит целых 25 тысяч. Хотя, если бы так вот как-нибудь сделать... Как-нибудь нам не сделать, не получится. К сожалению. Ладно, мы, в принципе, уже накопили. Единственное, что это вот... Надо сразу же быстро выстанавливать все наши банановые фирмы. Так, первая исследовательская лаборатория есть уже. Так, пока не торопятся, и мы этому рады. Так, он тут вот всех собирает. И здесь нам надо вот еще одну бананную фирму поставить. И деревня теперь нам тоже будет приносить очень большие деньги. Точнее, как она уже приносит очень большие деньги. Думаешь, поставили уже целых 2 исследовательских... 2 банановых исследовательских лабораторий. Ой, сколько тут этих названий с ума можно... Очень длинные названия. Так. Вот здесь сразу прокачаем. Кстати, под скидки идет. Скидки реально классно. У нас 6 раундов уже осталось, конечно. Что не очень-то лучше меня и радует. Вот я бы сейчас поставил вот так деревню. И вот так. Здесь я ее продал. Сюда поставил нашу дротикомета, сюда обезьяну аса. Так вот у нас тут. И все. Теперь у нас здесь все исследовательские лаборатории. 5 штук. Плюс деревня еще очень крутая. Которая нам принесла уже 76 тысяч. Так. У нас еще есть целых 5 раундов. И, наверное, сейчас на них мы уже будем копить. Посмотрим, сколько нам вообще будет принесить денег. Ой, слушайте, а денег-то много нам приносит. Поэтому все очень здорово. Мы за них, в принципе, должны накопить на все, что нам надо для прохождения следующего этапа босса. По крайней мере, на мэда. Вот как минимум точно мы уже почти накопили. Все. Один уже у нас есть. Осталось еще обезьяна ас. Но для нее нам надо где-то накопить 130 тысяч. Конечно, немалые деньги. Но мы ее точно уже накопим к тому моменту, когда босс пойдет. Здесь он немного успеет пройти, конечно. Потом она уже вступит в свою полную боевую мощь. Так. И будем смотреть сейчас, что-то как у нас получится. Еще целых 2 раунда. Бротикометы прям классно стреляют. Видно, что понятно. Уже дают проходу. Но до этого не давали. Вот у нас и последний раунд уже. Скоро пойдет этот босс. И мы накопили уже целых 60 тысяч, кстати. Даже уже больше. Так, 80 тысяч есть. Сразу же этот скил юзаем. У него 1 миллион 200 тысяч хп. По-моему, мне что-то это много. Хотя он уже считается как бы сложным боссом. И теперь, наверное, в 82-м раунде мы попробуем передойти. То есть вот сейчас у нас 82-й раунд начнется. И мы перезайдем, чтобы все пропали. Остальные. И нам было проще проходить. Как вы уже знаете, чтобы наверняка у нас было. И смотрим, куда нас откатит. В принципе, на 82-й должно. Да. И все хорошо. У нас еще очень много денег. Так, ладно. Пока никуда не буду их тратить. Уничтожаем. Так. Да, он никого не воскрешает. Что прям безумно меня радует. А скиллы мы все можем использовать. Это прям вообще здорово. Первые 200 тысяч хп мы ему снесли. Осталось еще миллион. Что, конечно, меня не очень радует. Так. Ну что, скилл заюзали. А этот скилл очень много урона наносит. И если так посмотреть, то в принципе-то мы должны все проходить. И я бы еще, знаете, мастер-бомбометатель покачал. Хуже от этого у нас точно не будет. Он как бы будет кидать липкие бомбы, которые тоже будут наносить неплохого урона. По крайней мере, мы на это посмотрим. То есть до этого было 92 тысяча. И к концу этого возраста посмотрим, сколько у нас там наберется. Конечно, но вряд ли он будет главным бомбардиром. Все-таки здесь это у нас... Главное это наш друид. Как бы брать-комет и обезьяна. Так. 70... Ой, 750 тысяч у него уже осталось. А лучше бы 75. Как я и показал в самом начале. Ну пока нормально, кстати. Вот прям пробиваем, идем хорошо. Сейчас еще вот начал наносить урон друид. И поэтому, мне кажется, мы должны спокойно еще справиться с тем, что он же еще потом в обратную сторону пройдет. А мы ему уже под 600 тысяч снесли. И причем продолжаем дальше ему уверенно все сносить. Поэтому я надеюсь, что все в наших силах, все в наших руках. Так. И это мы снесли. Продолжаем бить, стрелять по нему. ХП у него уже осталось меньше половины. 550 тысяч. Так. Блин, он уже... А, нет. Я подумал, что он уже разворачивается. А там же просто... Улыбка тыквы такая. Вся искореженная. У меня так пугать не надо. Это уж... Ну что, что-то это... Что он рано и что-то у нас... Пока что все не очень хорошо. Но в итоге-то оказывается, что все нормально. То есть у него 400 тысяч хп. И вот только сейчас он и будет у нас поворачивать. Следовательно, пока он что-то еще пройдет. Еще очень много времени. Ну, так же пройдет. Так. 350 тысяч хп. Уже не так много. Уже совсем чуть-чуть. Одна четвертая от всего настоящего. То, что у него было. Не знаю, зачем я скилл Бенджамина завязал. Идем потому, что я могу. В любом случае, он у нас быстро откодышится. Так. Используем скилл Драгикомета. Ой. Так. Главное, курсор сейчас не потерять. Так. 200 тысяч у него остается. Уже совсем чуть-чуть. 160 тысяч. 150 тысяч. Так. Сейчас начнется его последняя фаза. Так. Это вот мы уничтожили. Ой. Давай, 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 давай. 100 тысяч. Ну все. Теперь мы 100% его проходим. И это меня уже безумно радует. Что мы так далеко зашли. Так. И все. Теперь мы продолжаем. И уже дальше играем в свою игру. Единственное, что можно, в принципе, сейчас накопить на банановый централ. Так я не знаю. Стоит ли нам сейчас прям уже накопить на него? Или прокачивать нам банановый... Ну, рынки с обычным центральным. Так, я тут воды чуть-чуть попил. Ну, как я посмотрю, у нас уже почти 80 тысяч. Поэтому, скорее всего, мы сейчас быстренько на банановый централ накопим. И узнаем, большое ли его преимущество. Надеюсь, что мы не зря его прокачаем. Все, 100 тысяч у нас есть. Он же вроде бы еще должен усиливать наши оставшиеся банановые исследовательские лаборатории. Правда, я не знаю, что это прям забавка. Ой-ой-ой. Понятно. Я ж не то вкачал. Но, в принципе, я бы это тоже бы вкачал. Все, у меня это было в планах. А тут у нас уже сейчас это есть. Как же деньги стали идти, вы посмотрите. Ну, знаете, я бы сейчас прокачал вот эту полностью наверх. Потому что нашей задачей сейчас будет в этом раунду оставить парагона. Парагона ниндзю. И нам надо будет много денег для всего этого. И как раз таки, чем больше урон нанесут вот эти наши парагоны, тем лучше все у нас будет. В любом случае, у нас еще 10 раундов до всего этого. Посмотрите, мы уже 130 тысяч накопили. Это просто невероятно. И тогда я, знаете, я в нас верю. Мне кажется, у нас все должно быть на кофе. Ну, что мы все накопим. Так, 600 тысяч. Поэтому я пока постепенно начну ставить наших обезьян ниндзю. Просто как-то вот небрежно, знаете, чтобы были, чтобы стояли. Все-таки я хочу, чтобы у нас был парагон. Хоть какого-то продвижения этого. Чтобы он у нас был сильнее. Так как нас потом ждут очень даже сильные боссы. Которые нам надо быть наготове. Единственное вот, что я не знаю, оставить ли его нам здесь. Или вместо друидов поставить. Может быть, я его, правда, потом поставлю вместо друида. Потому что сейчас друид уже не такой крутой. И, кстати, обезьян ниндзя-то 150 тысяч урона нанесла. Хоть что-то. Так, тем временем у нас уже 440 тысяч. Единственное, что вот я как бы не знаю. Может быть, сами 600 тысяч мы накопим. Но накопим ли мы на то, чтобы попрокачивать всех наших этих обезьян. Так. Ой. Что-то теперь мне подсказывает, что, скорее всего, мы накопим. Потому что у нас еще несколько раундов впереди. Два. По крайней мере. Так, все, давайте теперь убираем ускорение. И все, напряжение двух этих раундов я буду просто вкачивать в одну линию. Если что, нам придется чуть, наверное, подождать. Что я сделал? Пипец. Я не того прокачал. Я на инженера тыкнул. Так, инженеры, извини. Но нам сейчас не до тебя. Ужасно. Как только что можно было потратить, что ли, 20 тысяч, наверное, в никуда. Вот можете вот у меня поспрашивать. Я вам всегда расскажу, что надо делать ради этого. Так. Вкачиваем дальше. Пока что далеко все-таки до этого. До босса. И до нашего будущего парагона ему. Потом можем немного еще попрокачивать. Хотя на самом деле уже немного чувствую опасность, что ли. Так. Подождите. Чуть я запутал вся. Так. Давай сейчас еще чуть-чуть попрокачиваем. Потому что у нас появились деньги. Я считаю, что этого нам уже может, в принципе, хватить. Чтобы у нас был более-менее нормальный парагон. Так. Давайте создаем. 31-й блин уровень. Я почему-то рассчитывал на большее. Ну да ладно. В любом случае, вы посмотрите сейчас, какой он урон наносит. Это невероятно. Так. А еще я бы... Вот сейчас у нас начнет 103-й раунд. Я, наверное, перезайду. Чтобы он не спавнил вот этих вот все. Чтобы мы спокойно с ним сами сражались. Наш парагон его должен очень быстро уничтожить. В любом случае. Так вот. 103-й раунд. Давайте призаходим. Нам уже не впервые. Я, кстати, когда один экспериментировал, я даже так не делал. Это я сейчас что-то начал так активничать. Чтобы, наверное, перестраховаться. Как бы доверяй, но проверяй. Так как я тогда прошел довольно-таки не очень уверенно. Но почти я действительно должен был уже все проходить. И здесь, чтобы уж точно перестраховаться, надо попробовать. Посмотрите, кстати, инженер пропал, а ловушка осталась. Ого. Прикольно. Я этого не замечал. И, может быть, кто-то из вас об этом не знал. Будете теперь знать. Вольная новость. Так, половину хп мы ему уже снесли. С учетом того, что этот парагон настоял не с самого начала. Прям неплохо, что ли. Так. Сейчас будем копить на вот эту бизон с бумерангом, чтобы она тоже добавила. Для того, чтобы следующий парагон у нас был тоже силен. 1 миллион 600 тысяч хп осталось. Уже меньше, пока я все это говорил. Плюс вот эти вот липкие бомбы, как раз-таки парагона, они наносят огромный урон. Если можете заметить, то он уже больше 4 миллиона урона нанес. Это здорово. То есть, следовательно, когда у нас пойдет следующая волна, мы можем рассчитывать на то, что этот парагон в общей сложности нанесет, ну, миллиона 8, что ли, урона. Может быть, даже побольше. Потому что этот маг еще далеко не прошел. Упс. Опа. Так. Все. Продолжаем. Сразу же, наверное, еще вот здесь мы поставим. Ой, что я знаю, и то же, иначе уставить. Хотя я не хотела это делать. Так, драки-комет пока у нас будет вообще в эту сторону стрелять, чтобы у нас как можно больше обзямов с гумераном, по-моему, на силу урона. Вот так вот, например, сделаем. Теперь у них по урону должно быть все очень хорошо. Через 16 раундов у нас будет последняя волна босса. Как-то мне не по себе от этого. Ну, вот как я думаю, что перед последней волной мы продадим все наши вот эти вот фермы. Чтобы поставить нам как можно больше муабов, ой, муабов, блин, прогонов. Может, им степень какую-нибудь хорошую хотя бы вкачаем. То есть, вот это вот обзям с гумерангом сейчас очень хорошо все идет. Можем еще вот так вот прокачать. Чтобы у нас их тут две было. Чтобы они у нас тоже начали получать опыт. Прокачки. Тем временем у нас уже 100 тысяч накопилось. Если мы еще продадим все наши вот эти вот фермы банановые, вот мы еще получим просто колоссальное количество денег. 1400, 500, мне кажется, минимум тут должно быть. Так как у нас тут две банановые фермы. Очень дорогие. Плюс сам деревня, которая при продаже стоит 120 тысяч. Что это очень здорово. Ладно, можем пока что в принципе ускорять. У нас тут целых 13 раундов еще. Если будет раундов 7, это не меньше. Тогда я точно уже буду все возвращать. Так. Обзям с гумерангом, кстати, прям неплохо стал наносить здесь. Так, очень здорово. 250 тысяч у нас есть. Накоплены уже. До босса один с раундов. Из-за этих один с раундов мы тоже можем получить еще очень большое количество денег. Как минимум я на это надеюсь, что на обезьян с гумерангами нам точно хватит. Так, еще целых 10 раундов. Реально. Наверное, где-то на 118-ом, что ли, я уже начну все продавать. Вот столько, как мне кажется, нам должно хватить. Потому что нам бы это, знаете, для начала все еще прокачать. Потому что я не думаю, что у него прокачка такая вся дешевая. Так, вот так вот сделаем. Вроде бы он как раз 400 тысяч стоит. Да, 400 тысяч у нас уже минимум есть. Но я же сейчас дальше иду. Дальше все качаю. Не знаю. Хотя, все равно, несмотря на то, что я вот сейчас трачу большие деньги, у нас мы в отрывку идем. И меня это радует, на самом деле. Так вот, с 7 раундов осталось. Поэтому давайте все. Убираем наше ускорение. И будем уже это дальше так докачивать. И проверять, на что мы вообще будем способны по итогу. А мне кажется, мы будем очень сильны. По крайней мере, я на это надеюсь. Так как... Понятно. Здесь мы, значит, нормально не прокачаем из-за скиллов. Хотя мы же вот так можем сделать. Точно. Так. Ну все. Все нормально будет. Я надеюсь, что у него будет большая степень прогона. На самом деле. Так как мы денег в него вложили. Если так посмотреть, очень много. Очень большие. Средства ушли на него. Так. И в принципе, сам по себе, другие обезьяны с бумерангами нанесли тоже очень большие деньги. Ой. Большой урон. Я как смотрел, степень еще увеличивается от нанесения урона этой обезьяны. Так. Давайте пробовать создавать. Что ли. И вот я на самом деле не знаю. Вот здесь, наверное, будем создавать. Или нет. Я бы, наверное, все-таки вот здесь лучше поставил. Так. И вот так вот. И что? Сколько у нас будет? 34. Ну слушайте, все равно побольше, чем это. Но что-то мне это все равно не устраивает. Вступает в раунд. Я бы вернул нашего друида. Продал этот бомбометатель. Который у нас уже как бы очень давно бесполезный. О, я не так вкачал. Ну да ладно. Он нам уже не прям так лажен. Просто как дополнительный урон очень неплохо. Так. И что, сколько у тебя? 4. Так, еще-ще-ще быстренько одну поставим. Все, теперь у него бахт. Пятерых есть. Обязан с дротиками прям нормально. Тут по урону сейчас идут. Вот так вот мы еще сделаем. И денег нам тоже сейчас приходит очень много. И смотреть по количеству. Так, наверх джаггернаут у нас тоже есть. Это у нас тоже есть. 350 тысяч нам надо, чтобы просто его поставить. И при этом сейчас я, наверное, еще вот так вот буду прокачивать. Жизнь там по 8 тысяч стоит. Офигеть. Так. И все, наверное, давайте сейчас все продадим. И посмотрим, сколько нам это денег в общей сложности принесет. Чтобы мы дальше смотрели, как нам двигаться. В каком направлении. В принципе, у нас уже побои. Точно будет 1500. 119 раунд. Даже больше, слушайте. Если 600 у нас будет. И мне это прям нравится. Даже 700. Офигеть. Так. Давайте джаггернаута продадим. И поставим его вот сюда. Чтобы потом у нас был здесь парагон именно. Офигеть. Так. Прокачиваем. Продолжаем прокачку. Пока тут не торопимся. Как-никак. Деньги у нас тут вообще сейчас очень большие. Так. И все. У нас тут босс появился. На 121 раунде мы 100% будем перезаходить. Чтобы у нас все было попроще. Все было полегче. Это пока продолжаю. Ставить и ставить. Его, кстати, мы уже полмиллиона пробили. Так. Давайте тогда вот прокачаем. Еще бы я нам быстренько тут, знаете, я поставил суперобезьяну. Вот так. Степень 40, кстати. 40 степень это классно. Так. Тут отжимаем кнопку, чтобы он теперь действовал, как мы сейчас скажем ему. Он захилялся. Неинтересно, от чего. Он вроде похилялся от каких-то бафов. А у нас же не было ничего такого. Или я не понял. Так. 121 раунд. Давайте перезаходим. Продолжить. У нас тут и есть этот парагон, и друиды, и вообще все три парагона. Это прям здорово. С учетом того, что еще сейчас никто не будет воскрешаться, так мы вообще запросто пройдем на самом деле. Если я тогда почти прошел, и... Точнее как, я бы прошел, но я специально уже вышел, чтобы уж точно пройти вместе с вами. И вы вот увидели, что... Мою награду, что точно, вот жетончик, вот это вот все. И я вот тогда проходил без вот этой вот штуки. То есть у меня параллельно шли дальше еще шары. И то есть это все возможно. А вот здесь вот так вот, таким способом, так это вообще классно и несложно. Супер Абзиана, кстати, тоже неплохо урон наносит. Поэтому неплохо. Конечно, ну даже, ну друид поменьше. Да ладно. Вот эта Абзиана с бумерангом прям классная. Абзиана-ниндзя прям очень хорошо наносит. Абзиана с дротиком вообще крутая. У нее и степень прогона самая большая, 40 аж. И мы бы, наверное, даже добились большей еще степени. Если бы, знаете, этот босс бы заспавился на 122-ом раунде, что ли, или еще вот как-то. И вы можете заметить, что у него действительно уже осталось 12, ну, 12,5 миллионов хп. Почти половину мы ему уже снесли. И вот сейчас опять его все прогоны начнут бить. Вот как раз это, такой самая опасность для него, наверное, будет промежуток. Так вот здесь он будет получать максимально большое количество урона. И прям будет отлетать, я надеюсь. На это всей душой. И пока все идет хорошо. Ой, как опасно-то на самом деле. 14 миллионов урона мы ему уже нанесли. Осталось 10. Конечно, это, знаете, это легко сказать. Опять Бенджамина завезаем. Почему бы нет? Так. 9 миллионов хп у него осталось. И пока что, да, то есть, все, мы запросто должны справиться. И, если честно, вот когда я тогда проходил, у меня бот уже практически вышел. То есть, я уже чуть ли не проиграл, и я уже думал, ну все, что-то мне придется дорабатывать. Ну, решил, типа, была не была. Все-таки буду снимать видео. Посмотрю, что у меня получится. А на видео-то выходит даже лучше. Я надеюсь, что вы ничего не скажете по поводу того, что вот так вот я играл. Что без продолжения вот этих вот раундов, а именно вот так вот сделал. Но если у кого-то возникают большие трудности с прохождением, на самом деле, то вы тоже можете попробовать так поиспользовать. В этом нет ничего прям такого, мне кажется, плохого. Это такая функция в игре, которая как бы вот случилась, и с ней уже ничего не поделать. Ну, может быть, как-нибудь когда-нибудь это исправят. Но, по крайней мере, пока что данная возможность есть. И если для вас это будет облегчением, что вы сможете так проще пройти, то, конечно же, используйте. Это не читы, точно уж не какие-то читы, потому что это допустили сами разработчики. И у нас последний миллион хп. Совсем чуть-чуть. О, боже мой. Так, все используем. 353 хп. Уничтожение. Анимация такая еще прикольная у него. Опа. Исчез. Просто исчез. Победа. Лич побежден. Так, башня размещена на 167. Шаров пробито 25 миллионов. Получено денег 3 миллиона. Пробито муап 6 тысяч. Использована сил одна. Это вот как раз наш банановый фермер. А мгновенных наборов использовано 0. И способности 79. Как здорово. У нас еще есть жетон. Я впервые прохожу элитного босса. Вы понимаете, я даже обычного блунариуса не проходил на такое. На элитного. Жесть. Я очень рад. Это очень здорово. Как классно. О, достижение даже какое-то. Даже два достижения. Победите элитного босса 5 класса. Вот я как вам и говорил, что я ни разу не сражался. Блин, прикольно. И пробейте 50 шаров босса. Классно. Вообще я столько всего выполнил. Поэтому я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Ставьте лайки. Пишите комментарии. А с вами был Диктофон. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok